Победа в Великой Отечественной войне объединила и объединяет народы, государства и поколения. Общая история богата героями и подвигами, а цель эстафеты – воспитать достойные героев поколения, быть благодарными ветеранам за их великую победу. Капсулу привезли на площадь Победы с эскортом мотоциклистов. Это дань уважения памяти ветеранов и всех, кто был на той жестокой войне, кто успел почувствовать вкус Победы и кто не дожил до этого дня. Вот она капсула. Именно в ней попадет частица вечного огня из Кыргызстана в Санкт-Петербург. Акция эстафета памяти уже состоялась в Молдавии, Белоруссии, Азербайджане и теперь в Кыргызстане. В общем, в ней примут участие 11 стран СНГ. Кыргызстан стал пятой страной, принимающей эстафету. В список вошла уже и Армения. Частицы вечного огня с крупнейших мемориалов, воздвигнутых в память о Великой Отечественной войне в столицах СНГ, будут объединены в один большой факел – Единый огонь Содружества. Он передан в филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга, монумент героическим защитникам Ленинграда. Роль этой акции – еще раз напомнить о тех 27 миллионах граждан Советского Союза, погибших на полях сражений, в их числе и кыргызстанцы. Эстафета памяти проводится по инициативе парламентов стран СНГ. Эстафета памяти стран СНГ – очень важное мероприятие в свете последних стараний некоторых сил переписать историю Второй мировой войны, «Принизить место и роль народов СССР в победе над коричневой чумой фашизмом». Подвиг ветеранов войны, тружеников тыла, стал примером и духовной опорой для последующих поколений. Это отметил и спикер парламента, и председатель Республиканского совета ветеранов Великой Отечественной Тарас Токомбаев. «Я хотел бы перефразировать слова великого пролетарского поэта Владимира Маяковского. Юноша, мечтающий кем быть и пример брать кого. Берите его со старшего поколения. Защитников Великой Отечественной войны». Почтить память героев Великой Отечественной пришли и школьники. Для них это не очередное мероприятие, где они участвуют в качестве массовки. Поверьте, каждый из них знает, зачем он сюда пришел. Победа. Ну, скорее всего, это праздник. Мне дедушка рассказывал много. Он же на войне служил, под миниором был. Столько историй. Ну, в принципе, Победа для всех праздник. Самый великий день. Ну, мы пришли сюда, чтобы почтить память наших павших прадедов, дедов. Ну, и вообще всех, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Ну, даже, например, мы вот участвуем в маршировке, тем самым показывая, что для нас это очень значительный день. Радует то, что школьники знают историю и цену, которую пришлось заплатить за победу. И то, с каким трепетом они положили цветы к вечному огню. В память об ушедших героях после возложения цветов к вечному огню была организована акция «Зеленая волна». На площади Победы посажены вот такие вот 20 елей. Пусть с тростью, с больными ногами, но каждый ветеран, который присутствовал на этой акции, исполнил свой долг перед ушедшими товарищами, посадил ель. Ведь для них это не просто акция, а символ мира на земле и процветания. И пока наша земля крутится, мы будем помнить о тех, кто не вернулся с полей сражения. Ветераны из северной столицы России посетили и мемориальный комплекс «Отабеид». Возложили цветы к могиле Чингиза Айтматова и мемориальному комплексу блокадникам Ленинграда и кыргызстанцам, воспитавшим детей ленинградцев, эвакуированных в Кыргызстан в 1942 году. Спасибо большое. «Воины Победы». Книгу с таким названием гости вручили спикеру на встрече. Хочется сказать, уважаемые наши ветераны, увидев вас, низкий вам поклон от имени всех, кто сегодня здесь сидит, от имени того поколения кыргызстанцев, которое сегодня живет под мирным небом. Мы многое должны были сделать, предстоит еще многое сделать, но главное сегодня мы должны вот эту веру, вот эту надежду и вот это отношение к Дню Победы, к памяти сделать достоянием и нормой жизни нашей молодежи. Делегация из северной столицы России увезла капсулу на место назначения – точку общего сбора частиц огней из стран СНГ. Священный День Победы и эта акция в рамках 70-летия сближает народы и призывает к самым высоким нравственным поступкам. Как отметили участники мероприятия, акция памяти дает возможность еще раз поклониться тем, кто подарил нам свободу жить, трудиться, радоваться и творить.